Минувший год для Саровского подразделения экономической безопасности выдался насыщенным. Одно из самых сложных дел было связано с хищениями в сфере ЖКХ. Подрядчик, который выполнял капитальный ремонт домов Бессарабинка-1А, Куйбышева-18 и Пушкина-16, использовал дешёвые, недоброкачественные материалы. Разницу положил себе в карман. Общий ущерб превышает 2 миллиона рублей. Сейчас дело передали в суд. Одни из особо значимых – это у нас было уголовное дело в отношении работников НИЭФ, который занимался внесением недостоверных сведений в отчётную документацию при направлении в командировках за рубеж, а также по территории Российской Федерации. Вот данное дело уголовное было направлено в суд. Человек осужден. За прошлый год сотрудники правоохранительных органов выявили два случая использования поддельных купюр. Основной номинал фальшивок – 5 и 2 тысячи рублей. Всего в Сарове зафиксировали 8 экономических преступлений в крупном и особо крупном размере. В суд направили 7 уголовных дел. Круглые даты – отличное время подводить итоги. 16 марта подразделение экономической безопасности и противодействия коррупции отмечает 85 лет. Хотел бы поздравить ветеранов службы нашей, в том числе пенсионеров, которые трудились, отдавали время, отдавали долг. Пожелать им крепкого здоровья, счастья. Канал 16 присоединяется к поздравлениям и желает борцам с коррупцией, стойкости в характере, нетерпимости к обману, развития в карьере и, самое главное, веселых, счастливых будней. С праздником! Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.